Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такая необычная тема — это психотипы персонажей Варкрафта. И даже немножко она такая шизоидная, да, потому что, конечно же, наши дорогие любимые шизоиды, они очень любят всякую такую фэнтезиатину. Почему я, в общем-то, решил снять именно на эту тему выпуск? Конечно, я бесконечно люблю вселенную Варкрафт, просто потому что в детстве была такая игра Варкрафт 2, по-моему, она называлась. Мы все в нее играли тогда, и мне не столь нравилось играть, сколько нравилось наблюдать за достаточно красочные даже на сегодняшний день, на мой взгляд, эти персонажи. И всегда они отличались, мне даже тогда, в детстве, было мне, может быть, лет 16-15, казалось, что вот очень интересные эти персонажи, и в жизни такие встречаются, да, люди, допустим, эпилептоиды встречаются, их можно как-то выделить, да, и даже по телосложению они какие-то особенные всегда. И, соответственно, смотрите, хотелось бы сразу подвести к чему. Вот эти режиссеры, американские писатели, кто пишет, они эти архетипы на самом деле знают. И я уже встречал статьи, когда они специально даже сейчас ДСМ учат, что-то смотрят, чтобы создавать более чистых таких персонажей. И, допустим, раса орков, если вы хотите понаблюдать за эпилептоидами, вот так вот просто расслабленно посмотреть какой-то творческий фильм, можно посмотреть фильм «Варкрафт» и, соответственно, понаблюдать, как вот целая раса эпилептоидов такая. Как они бы себя вели, какие бы у них там законы между собой были, да, такое племя и так далее. Вот я не знаю подобных фильмов не фантастического характера, почему-то не раскрывают, как, допустим, какое-нибудь племя эпилептоидов в Африке, там, воевало бы с колонизаторами. Такого нет. Почему-то вот я такого не встречал. По крайней мере, может быть, в литературе это есть, а, соответственно, как бы вот в, соответственно, в такой фильмах современных вообще ни одного не знаю. Если есть, напишите мне, пожалуйста, расу эпилептоидов, чтобы это было какое-то племя, там, я не знаю, какой-то вот отгороженный фильм про, допустим, отгороженную, изолированную какую-то часть эпилептоидов. То же самое мы тут же видим, кого мы видим, расу проноялов, да, среди вот этих вот светлых каких-то, альянс, да, альянс это называлось. Вот, то есть у них там какая-то четко структурированная идея, там, доблести, поведения, еще чего-то, ну, на мой взгляд, это ближе всего к проноялам, да, идет. И, соответственно, там, ну, какие-то изделения у персонажей тоже есть, но они все, вот, понимаете, то есть очень близки, их архетипы очень близки к ДСМ. Также к социопатам, к психопатам близки, близко поведение, соответственно, расы нежити. Вот, и можно расслабиться вот так вот, и просто посмотрев такую картину, чего я вам желаю немножечко изучить. Я вот вам уже сказал, нежить, это психопат, социопат, и нарциссы там есть, да, и это все вот такие ближе к патологичным товарищам агрессивным. То есть эпилептоиды, это вот ближе к, соответственно, оркам, и как-то вот все остальные, ну, наверное, там и мотивы даже еще есть, очень много можно эмотивных поступков выделить. Это вот раса Альянса. И вот, дорогие друзья, такая вот вселенная Варкрафт, кому интересно подробнее, или, может быть, какое-то краткое вот описание, как сейчас на руки, какие-либо вселенные, там, не знаю, Толкина, например, пишите мне в комментариях, будем устраивать это, подписывайтесь на мой инстаграм, также я вас жду на своих консультациях онлайн, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!